МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этой артистке аплодировал сам Папа Римский. Наша гордость Украины, участница многочисленных фестивалей и конкурсов, Евгения Аболонина, сегодня в гостях программы День. КОНЕЦ КОНЕЦ Евгения Аболонина, артистка цирка, и она пришла сегодня не одна. Роман Хафизов, участник дуэта Миркл, это ваш дуэт, верно? Вы будете выступать в Одессе на фестивале. Да, но сейчас мы работаем в программе цирк Кобзов, шоу Экстрим. А через неделю там же пройдет фестиваль цирковой, куда уже съедутся иностранные артисты. И мы будем принимать участие. Какой номер вы готовите? Какой-то совместный, наверняка? Да. Сложный, новый? Да, новый номер, новые костюмы. То есть мы хотим удивить людей историей. То есть не столько трюками, сколько вот историей этого номера. Правда, что вы были на аудиенции Папы Римского? Да, это правда. Вы сольный номер представляли там? Да. Вот этот номер «Кавказ», который мы показывали? Номер «Кавказ», который вы видели. Как все прошло, волновались? Да, если честно, да. Но я еще была очень сильно уставшая. Я не спала трое суток, пока там перелеты туда-сюда. Для вас ведь сила – это очень важно, правда? И усталость – это, наверное, такой фактор, который очень негативно сказывается. Но читала в прессе, что выступление оценили, и даже сам Папа Римский благословил и сказал «Виво цирк». Ну да, было такое. Но не лично мне, а Николаю Кобзову, с которыми… Ну, после вашего выступления, конечно. Расскажите, с чего все начиналось? Вы знаете, сегодня, конечно, приходится много читать информации о вас, о ваших успехах, о том, что вы лауреат многочисленных фестивалей, вы победительница многочисленных конкурсов. Ну вот, когда начала маленькая Женя заниматься именно цирковым искусством? Именно цирковым? Я начинала вообще со спорта. То есть, это началось… Я в четыре с половиной года уже выступала на соревнованиях, уже получила презрительских симпатий. У меня просто… У меня мама тренер, заслуженный тренер Украины, сестра, трехкратная чемпионка мира. То есть, у нас это семейное. И я уже с пеленок вот такая вот бегала в зале, там что-то делала, смотрела. То есть, меня никто не заставлял. И это было вот… Просто любовь, и вы не представляли, наверное, свою жизнь как-то? Да, я другого пути и не видела. Вот, и начинала я со спорта. А вот именно цирковым искусством начала где-то в 2006. Я поменяла очень много составов. Вот, на данный момент. Роман, у вас такая же история. Нет, нет, у меня вообще другая. Я никогда не думал, что буду работать в цирке. Там, когда был в Киеве, проезжал мимо цирка Кобзов, думал, ого, там, цирка, никогда не думал. Все случайно случилось. Я вообще, ну, из Крыма занимался большим теннисом. Потом переехал учиться в Киев. Учился, ходил в зал, где занималась Женя с ее мамой. Попросился у ее мамы тренироваться. Где-то полгода тренировался. На самом деле очень… Да-да, а потом звонок мне, утром на Рождество звонит ее мама, говорит, то, что… Ей сон приснился ее маме, то, что мы стали в пару. Вот, и по сей день мы в паре. И сколько лет вы так? Второй год. Второй год, да. То есть у меня мама проснулась, а давай попробуем. Я… То, что мы сейчас делаем, это не то, чем раньше я занималась. То есть у нас была парная акробатика, я работала в женской группе. То есть то, что мы делаем сейчас, это совсем другое. То есть это был такой эксперимент от моей мамы. А здесь очень важно еще доверять друг другу, потому что это поддержка, это опора. Если какое-то, да, неловкое движение, можно упасть. Нет, у нас такой жанр, что сейчас, вот на данный момент я не рискую жизнью. До этого я работала, да, там были трюки, которые очень опасные были. А сейчас у нас такое больше на красоте поставлено. Ваша жизнь бурлит, вы очень много путешествуете. Расскажите, быть может, какие-то самые яркие впечатления, которые вам после ваших выступлений запомнились? После выступлений? Вы знаете, всегда вот когда чувствуешь поддержку зрителя, то есть вот ты делаешь номер, ты заканчиваешь, и когда зал тебе аплодирует, это всегда незабываемые ощущения, когда ты видишь, что людям нравится то, что ты делаешь. То есть особенного такого... Были особенные выступления, когда какие-то шоу, которые запомнились. Какие? Ну, я работала в ледовом шоу. Вот в 2014-м я работала с партнером, не с Ромой. Вот, а в прошлом году, вот зимой этой зимой, ой, в этом году, меня позвали уже сольно туда. То есть большое, огромное ледовое шоу, там и звезды мировые. То есть это, конечно, незабываемая Швейцария. В общем, ну вот такое впечатление. И вы были на коньках? Нет, я на коньках, на самом деле, вообще не умею стоять. Я делала пару трюков эквилибр, вот, и на льду была с двумя партнерами, у меня там поддержки всякие, то есть танцевала. Ну, это был такой номер пятиминутный, но я там успела сделать все, ну, кроме коньков. Рома, а для вас, что запомнилось, какое больше всего выступление? Наверное, вот зимой мы работали в Амстердаме, там был театр Акаре. Это, получается, ну, это был цирк-театр необычный. Вот, ну, принято считать, что цирк – это шатер или национальный цирк, большой купол, манеж, а театр – это портер, галерка и сценозрители. А это был, получается, театр-цирк. Совмещенное такое. Там, получается, портер, когда цирковое шоу убирается, и ставится манеж. А там, где сцена, там ставятся стулья еще ряд, и получается… Это как здание театра, но с манежем. И там был оркестр, живая музыка, и постоянно полный зал энергетика. Да, шикарная программа, шикарные артисты. Да, очень такая волшебная атмосфера была. Да. Можно сказать, что сегодня вот цирк достиг своего совершенства, цирковое искусство в частности, либо все-таки нужно его развивать, на ваш взгляд? Ну, нет предела совершенства, я считаю. Да, нужно. Нужно постоянно идти вперед. Продумывать трюки, наверняка, какие-то, настолько сложные. Если ты стоишь на месте, ты уже неинтересен, ты приедаешься, и надо постоянно делать что-то новое. А трюки не повторяются в цирке, или же это есть вот классика, знаете, как в музыке, например, есть классика, есть андеграунд какой-то? На самом деле повторяется в разных жанрах, то есть, ну, нельзя придумать столько трюков, чтобы каждый делал разное. Ну, вот как раз мы стараемся делать что-то непохожее на других. Да, никого такого не было. Да. А какие трюки вот считаются самыми сложными? Ну, смотря, есть же разные жанры. Да. Вот в вашем жанре, например. В нашем жанре. Такие непревзойденные, знаете? Ну, вот именно то, что мы работаем, у нас удивительно то, что гнется вот парень. Мы вот на это делаем ставки и на красоту, на чистоту линий, на танец. Вот мы и вот этим отличаемся. Мы не выходим просто лобать трюки, вот, а мы пытаемся донести красоту. И историю рассказать. Да, и рассказать историю. Какие истории вы рассказываете чаще? Это любовь? Любовь, конечно. Парень, девушка. Дружба. То и что мы можем рассказать. Ну, вот сейчас мы взяли такую поглубже историю, не просто любовь и все. У нас… Новый номер. Да, новый номер. Мы куклы Орликина Коломбина. То есть это, как сказать… Ну, это знаменитая такая… Достаточно знаменитая, конечно. Вот, и у нас он развивается потихоньку номер, то есть сначала я вредная такая, и над ним издеваюсь, а потом я влюбляюсь, и начинается любовь, любовь, любовь. То есть из вредности вы становитесь хорошей, да, послушной куколкой. Ну, он просто… У нас костюмы такие, он сначала в маске, тапке, потом я снимаю с него маску, и, боже, какая красота. Мне кажется, для того, чтобы делать такие дрюки, которые делаете вы, да, нужно очень много, наверное, тренироваться. Вы каждый день тренируетесь, и по сколько часов? Ну, тренируемся шесть раз в неделю по шесть часов. Ну, на самом деле это… Шесть раз в неделю по шесть часов? Ну, это было… То есть, в смысле, каждый день шесть часов? Да, это было до того, как мы начали работать в программе. То есть, когда мы работаем каждый день, мы особо так подкачечка, ну, прогнали там то, что надо. А вот чисто, когда мы сидели в зале, да, было бы шесть часов. Вы знаете, вот очень многие, на самом деле, считают, что выступление артиста или там даже телеведущей, да, например, это вот вышел, поговорил и все. И никто не задумывается, там, или у вас, например, да, вы показали это, семь минут ваш номер, и все, и развернулись, и ушли. И никто не задумывается, на самом деле, какой колоссальный труд проделывается до того. Вы представляете себе шесть дней в неделю по шесть часов тренироваться? Ну, на самом деле у нас… Целый полноценный рабочий день. А потом, там, подкачка, ну, не именно активные шесть часов. Я понимаю, конечно, к этому надо готовиться для того, чтобы вот этих семь минут совершенно… Да. Совершенно. Ну, в этом и как смысл, чтобы зритель не понимал, насколько это сложно, чтобы это было легко и красиво. Кому бы вы советовали идти в цирковое искусство? Вот, например, смотрят нас сейчас дети, говорят, я бы тоже хотела так. Ну, на самом деле, очень важно желание. Если человек не хочет этим заниматься, то если даже ты будешь его заставлять, это… ну, ты должен любить это дело, ты должен любить то, что ты делаешь. Как и во всем, правда? Это выбор каждого, я считаю. Как в любой работе. Так не будет, да. Ты идешь туда. Ну, то есть меня никто не заставлял, поэтому, наверное, я… Могу ли я попросить вас показать нам несколько ваших трюков? Да, конечно. Пожалуйста. Идемте, у нас уже сцена, вас ждем. Идемте, у нас уже сцена, вас ждем. Сцена, вас ждем. Сцена, вас ждем. Мои вам аплодисменты, ребята. Действительно, очень красиво. Это же лучшие артисты мира. А сейчас на нашей сцене в программе «День на седьмом» Евгения Аболонина и Роман Хафизов. Знаете, вот обратила внимание на вашу осанку, невероятную осанку. Вы, как только пришли, вы держали спину ровно и очень красиво. Привычка. Вы знаете, мне кажется, что сегодня очень важно знать каждому человеку, что нужно держать свою осанку, и мне в том числе наверняка. Может быть, есть какие-то примеры, советы о том, как можно тренироваться для того, чтобы тоже вот так нос по ветру всегда был? Ну, у меня была хореограф-балерина, и она всегда говорила, что нужно брать палочку вот так вот между локтей и вот так вот ходить. Ну, либо же старый добрый метод книги на голову и вперед. И как долго так ходить? Пока не упадут. Ну, можно себе представить все-таки, что вот мы либо книга на голове, либо палочка под руками. Палочка, палочка. Так. Получается у меня? Ну, да. Неплохо так, да. Спасибо огромное, что вы пришли к нам. Я напоминаю, у нас дуэт «Миракл» Евгения Аболонина и Роман Хафизов. В гостях лучшие артисты цирка в мире, уж разрешите, я так скажу, и наши украинцы, которые прославляют нашу страну. Спасибо большое. Спасибо, приходите к нам еще. Спасибо. Я напоминаю, это программа «День на седьмом». Наслаждайтесь выходными, а они наступают уже вам на пятки. Спешите, собственно, на море, наслаждайтесь солнечными лучами и хорошо проводите время. Это «День на седьмом». В студии провела я с вами Татьяна Вилимко. Всего доброго вам, берегите себя и своих близких.